очень странно бы смотрелся здравствуйте как вас зовут меня галя 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 спасибо большое что вы пришли галя скажите пожалуйста чем вы занимаетесь может быть вы здесь вы не здесь а может быть вы в москве работаете учитесь вы новой есть девушки которые в москве живут но не работают не вы работаете нет смысле да это будет интересный захватывающий разговор где нужно будет автоматически просто переворачивать и так галя напоминаю что мы ищем только хорошие только позитивная галя уже замечательно что вы работаете то есть вы самостоятельно достаточная девушка сами себя обеспечиваете сами себе дарите подарки что вы будете дарить себе на 8 марта я не дарю сама себе подарки мне муж дарит у вас есть муж замечательно вы видите видите это уже плюс а мы подумали что вы сами себе дарите подарки сама себе тоже дарю но и сами себе дарите а есть такое что муж подарил вы такие смотрите смотри что я себе купила блин слушай Если реально, каждый раз, когда муж мне дарит подарок какой-то, я потом себе думаю... Нет, вот сейчас реальная ситуация. Я хочу себе купить булгари. Вы хотите себе купить булгари? Да. Я, на самом деле, немножечко слышал про какие-то названия, но вы поясняйте, пожалуйста. Булгари — это что такое? Кольцо. Это кольцо такое? Да, вот я хочу такой пружинкой, которая вот так крутится. Вы хотите кольцо с пружинкой, которая вот так вот крутится? Да, 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 да. Звучит... Да, звучит очень дорого. Это дорогое кольцо? Ну, блин, ну не дешевое, да. Ну, назовите цифру. Ну, то, которое я хочу, стоит примерно полторы тысячи евро. Самое дешевое, дороже 2400. Да, полторы тысячи евро? Считайте, сколько это в рублях? Прости, пожалуйста, мы тут не евро. 120 тысяч рублей? 120 тысяч рублей, у вас муж агроном, он считает? Вы в профессиях разбираетесь вообще? Муж агроном копает, правильно говорить. Агроном нет? Звезды вы смотрите. Агроном? Посемные площади. Правильно, я не разбираюсь. Итак, вы хотите кольцо за 120 тысяч рублей? Ну, примерно, да. Примерно, да. Значит, а он что хочет вам подарить? А он мне подарил нижнее белье. Это что за тренд такой? А нижнее белье тоже за 120 тысяч рублей? Нет, слушайте, знаете, самый прикол. Мы с мужем живем неприлично давно. И у него такой как прикол. С 7 лет? Ну, нет, не с 7, но реально давно. Ну, реально давно это сколько? Ну, у нас старшей дочери 18. Ну, вы можете жить 19 лет. Ну, примерно так же. Некоторые, у которых детям 18 лет, живут 16 лет. Это ничего страшного. Итак, ну, это долго, это долго, 19 лет. Почему он за это время запомнил, что на 8 марта можно подарить трусы и лифчик? Его это устраивает. И он такой уже запомнил, какой магазин 75С. То есть он прям заучил объем 75С. А, я думал, что вы павильон называете. Ну, че, звучит как линия С, павильон 75. А что это такое 75С? Это объем груди? Да, С это чашка 75. Я только сейчас им рассказала, да, в общем. Ну, С это чашка, да, 75 это объем. А он запомнил за столько лет. Ходит в один и тот же магазин, таскает мне, почему, марта, трусы и лифчики. Я каждый раз, ой, какой сюрприз. Типа, как неожиданно. Какой ты молодец. Ну, замечательно. У вас есть 19 комплектов. Слушай, ну, я их не догадалась все хранить, да. Ну, была хорошая идея, да. Слушайте, а вот можно вопрос такой? Даже, может быть, ко всем девушкам. Вот смотрите, вот у меня есть, я, как я рассказывал, у меня есть трусы, и они недорогие. Конкретно они, по-моему, стоят либо 799 рублей, либо 999 рублей. Этого я не помню, но там трехзначное число. Это моя принципиальная позиция. Я думаю, там не настолько все шикарно, чтобы прикрывать это чем-то дорогим. И вот смотрите, я, естественно, трусы тоже меняю. Иногда я их выбрасываю. Соответственно, я определяю их, что они уже, их надо выбросить. Ну, по таким моментам, когда уже точно понятно. Знаете, когда дырка, нет, дырище, я бы сказал. Отверстие, да. Когда, да, ногой не туда попал. На опыте, на опыте. Скажите, пожалуйста, вы как определяете, что это уже надо выбрасывать? Когда надоели. Когда надоели. Надоели. Есть такое понимание в стилистике, вещь морально устарела. Вот как она морально устарела в моих глазах, так я больше ее не ношу. Интересный, интересный принцип, интересный принцип. Я просто пытаюсь, я пытаюсь разобраться, то есть это, наверное, нужно определенным вкусом обладать, чтобы понять, что это для тебя устарело. Слушай, а хочешь, я вообще переключу немножко с трусов Юникло? Меня ты... Да, давайте, 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 да. Какие-то другие трусы хотите мне предложить? Вот смотри, смотри. Вообще, в целом, я хотел бы, что хоть раз в меня кинули трусы. Знаете, принято, что на каких-то актеров, звезд там кидают трусы. Я бы хотел, да, если вы будете кидать трусы, Юникло, только, пожалуйста... Эмочка, мать. Да. Слушай, это реально бизнес. У меня девчонка-стюардесса знакома. Им постоянно пишут в Авид, ну, как в Инстаграм, в Директ. Куплю колготки, трусы после рейса. Может, тебя тоже купят после концерта. Ты попробуй. Вы меня простите, пожалуйста, я точно все услышал, но я на всякий случай просто повторю. Есть стюардессы, которым пишут какие-то люди с просьбой продать колготки после рейса. Да-да. Вы знаете, я вам так хочу сказать. Если мне напишут по поводу того, чтобы купить трусы после выступления, даже за очень большие бабки, я не буду встречаться с этим человеком. Я вообще не хочу видеть такого человека. Фух. Это, конечно, неожиданно. Значит, вы хотите кольцо Булгари, он дарит нижнее белье, а вы же можете ему намекнуть, что, типа, не надо дарить нижнее белье? Ну, нет, слушай, зачем мужика напрягать? Он так, знаешь, старается. Спасибо вам, спасибо, 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 спасибо. Все запомнили, все записали. И это, как бы, знаешь, меня в тонусе тоже держит. Мы столько лет женаты, я как бы понимаю, что если подарить 75C, я не влезла, а то трындец, как бы. Можно переучиваться, это тяжело. А можно такой вопрос? 75C, это объем груди, а у трусов как размер бывает? Это что, просто МЛХЛ и... Ну, да, да, да. А, то есть там нету объема в бедрах. Ну, нет, слушай, ты если плывешь, ты же везде плывешь, ты же не можешь плыть жопой и не плыть верхом. Парадокс. А грудь, она имеет свойство худеть, когда ты вся худеешь? Конечно, в первую очередь худеет грудь. В первую очередь худеет грудь? Да. Не надо позвонить жене. Вы можете купить себе кольцо Булгари за 120 тысяч рублей. Это достаточно очень большие деньги. А какую должность вы занимаетесь? Кем вы работаете? Что вы можете так себе позвонить? Вы стилист. Вы стилист? Да. А, ну естественно, тогда у вас есть понятие устарели трусы. Морально устарели. Я не знаю, у моей жены есть такое, что морально устарели? Ну нет, стопудово есть. Стопудово есть вещи в гардеробе, которые она не носит. Значит, для нее они морально устарели. Да нет, наверное, есть, конечно. Я просто как бы не слежу, что она носит. Вообще, на самом деле, если ты на женщине замечаешь, уже замечаешь одни и те же трусы, прям такой ты типа... Ну видел же их. Это домашние. Это домашние трусы? Да нет, нет, нет домашних трусов. Кого вы обманываете? Я ни разу не видел, что она приходила домой и переодевала трусы. Я видел, что она переодевается в пижамку. Но я не видел, чтобы она такая заходила. Джинсы, колготухи, трусы. И потом вот эти вот какие-то трусы, которые здесь на резинке, на веревке. Круто, круто, концерт. Потом вернетесь, будут спрашивать, как на концерте побывали. Ну, про трусы мы все узнали. И вы стилист. Скажите, пожалуйста, стилист, это человек, который подбирает лук, как бы полностью, или вы работаете чисто с лицом? Нет, я работаю с одеждой, с образом, вообще с имиджем человека. Вы работаете с концепцией? Да, с концепцией. Че думаешь, мать? Слушай, знаешь, ты когда про трусы уникло сказал, я без линзы думаю, хорошо, что я их не надела. А ваш муж в каких трусах ходит? Он нашел в интернете какую-то фирму. Ну, в общем, я сейчас материться не буду, но это капец. И там, в общем, такая система, концепцию, какие-то девчонки дизайнеры разработали. Что оказывается, когда вот у мужика яички лежат близко к телу, это как бы плохо. И для них нужен отдельный мешочек, как бы. И он себе набрал таких трусов, вот с таким мешочком. Ну, якобы он переживает о своем здоровье. И такой радостный ходит, что вот типа в этом мешочке какая-то определенная температура поддерживается. Впервые слышу про трусы с подогревом. Ставишь их на зарядку. Итак, есть мешочек, куда яички засовываешь. И, соответственно, там определенная какая-то температура. В целом, конечно... А что вам паранойт? У вас же уже есть дети. Ну, слушай, я вот тоже у него спросила. Блин, тебе как бы нафига так себя беречь? Я в целом, если сейчас узнаю, что я бесплоден, такой, слава богу. Мы прям это отметим. Праздничным сексом. Ну, вот для него как-то важно, чтобы у него были яйца в определенной температуре. Ну, вообще в целом, да. Хотелось бы, чтобы яйца... Во-первых, да, были. Во-вторых, ну, в какой-то комфортной температуре. Я могу сказать, что мужчины, конечно, ну, я думаю, что и для девушек это такая же история, что вы очень... Ну, наверняка вы там очень переживаете, там, за грудь, там, и не дай бог у вас там где-то что-то закололо или что-то еще. У мужчины то же самое. Вы что, там, знаете... Просто смотрите. Любой мужчина был в ситуации, когда одно из яичек убежало. Были, когда начинаешь играть в эту игру, в этот конкурс, когда мандаринку надо из штанины в штанину перекатывать, только это яичко. И я вам хочу сказать, это паранойя еще та. Когда ты смотришь и думаешь, у меня что-то выскочило. А, это яйцо. Вряд ли у девушки есть, что она в какой-то момент у нее сиська и вот сюда ушла. И она говорит, родной, давай ее сюда подгони, пожалуйста. Верни обратно. Ну, крутяк, что у вас такая идиллия. Прикольно, что у вас есть такое классное чувство юмора. И мне нравится, что вы относитесь к этому действительно как к юмору, как к его небольшой странности. Потому что, ну, согласитесь, на начальном этапе отношений это может отпугивать. Ну, прикиньте, грубо говоря, это же было бы странно, девочки, если вы такие только с парнем познакомились, у вас первая близость, вы снимаете тросы, а у него яйца в мешочке. Да, который в кармане. Согласитесь, было бы действительно очень странно и пугающе. Я думаю, что это же как лифчик для груди. Правильно? Ну да, типа того. Правая, левая, там есть, скоро появится размер, там тоже должна быть чашечка какая-то, С, А, Б, С. Пушап, уже есть мужские трусы с пушапом. Есть мужские трусы с пушапом? Да. Так это же становится только меньше, нет, когда все собралось? Нет, нет, там такая как бы накладка в трусах, и как будто объем такой увеличенный, рельефный. Я никогда не понимал, простите меня, пожалуйста, я никогда не понимал, иногда там у вас есть какие-то аксессуары, ты смотришь, там она когда где-то в клубе какое-то платье надела, туда-сюда, здесь все такое приталенное, все что-то, все сжалось, все такое, ты думаешь, это, конечно, потрясающе, удивительно. Потом ты, значит, это все расстегнул, тут как это, знаете, как жалюзи, трыньк, раскаталась ты такой, естественно, ты понимаешь, что это обман, но с трусами же тоже, ну окей, прикиньте, я вот так вот, ну, выйду, надо попробовать, вот так вот сюда, микрофон вот так вот засуну, что в обтяг? Такая хлопчатобумажная анаконда. Как у балернов, знаете, чтобы реально первый ряд смутить, прикиньте, такой вот так вот стою здесь, просто. Да. Будете вы шутки слушать вообще в целом? У меня вот такая вот. Поэтому штаны широкие. Да, штаны широкие, люблю, когда все дышит. Да, планирую, что, надеюсь, что там еще что-то вырастет, чтобы был запас в этот момент. Соответственно, ну, блин, есть же, ну и что, вы снимете эти трусы с пушапом, и там... Не, ну слушай, я спросила как-то у парня, который носит трусы с пушапом. Я говорю, тебе зачем? Он говорит, ну, блин, смотри, у девчонок есть декольте. Они так надели декольте и так себя прорекламировали. Я говорю, опа, такая сижу, ну, мужчина туда смотрит. А мужчина, например, который очень сильно качается, у него раскачанные ноги, много объема ног, и как бы все остальное, даже оно приличных, если размеров, не очень как бы выделяется. А ты надел трусы с пушапом, типа как декольте у баб. Единственное но. Когда вы носите декольте, вы можете с этим декольте прийти в общественное место. Вы здесь можете сидеть в декольте. Мужик в трусах вот здесь. Очень странно бы смотрелся. Нет, ну сверху джинсы, и все равно объем больше. Все равно объем больше? Конечно. А, то есть, грубо говоря, он джинсы одел, тут, конечно, все. Да, да, ширинка лопается, и все смотрят. Все равно все под столом. Не видно. Вот человек опытный, которому один раз это втюхали, и потом он понял, что это же все равно под столом. Никто не видит. Декольте-то над столом, а это под столом. А вы думаете здесь, типа, караоке, типа, заказывать? Подождите. Какая-то мечта у вас есть? Да, есть. Да, какая? Я хочу... Ну, это очень не патриотично, наверное. Я хочу уехать жить в Южную Калифорнию. Ну, очень патриотично. Человек из Единой России. Сейчас надо уточнить. Про Южную Калифорнию. Устраивает? Все нормально. Спрашиваем про Южную Калифорнию. Чуть дальше трусов. Южная Калифорния. Я слышал, там жарко, как в трусах. Прости, пожалуйста. Прости. Я старался перебороть себя. Что в Южной Калифорнии вас останавливает, чтобы не уехать в Южную Калифорнию? Только пандемия? Да нет, не только пандемия, но вообще боязнь вот этой эмиграции. Это меня очень сильно останавливает. Do you speak English? Ну, типа, да. Слушайте, давайте поаплодируем. Спасибо вам большое за этот откровенный разговор. Надеюсь, у вас все будет хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok